как создать единый профиль клиента и какие выгоды из этого могут быть. Я коротко расскажу о том, что такое MetroCash & Carry сегодня, потому что надо понять всю сложность и комплексность нашей компании, чтобы воспринять дальнейшие кейсы. Расскажу, кто наши клиенты, чем они друг от друга отличаются. Также расскажу о том, что такое мультиканальное и что такое омниканальное взаимодействие с данными клиентов. Есть в этом достаточно большая разница, которую надо понять обязательно. Также расскажу о результатах, которые мы получили, потому что действительно результаты полученные, они прямо очень интересные, а также о наших планах на развитие на будущее. Итак, давайте приступим, что такое Metro сегодня. MetroCash & Carry это на сегодняшний день 92 торговых центра, которые работают в формате центров оптовой торговли. Да, конечно, мы уже пускаем всех, то есть карта Metro получается за 2 минуты не обязательно быть бизнесом, еще кем-то. Но магазинов немало, хотя если сравнивать с другими именно сетями такими B2C, конечно, намного меньше. У нас 4 целых онлайн-магазина, из которых 2 интернет-магазина B2C, 1 и 2 магазина B2B. Так сложилось. Соответственно, 1 магазин B2C находится в разделе каталог товаров на сайте metrosc.ru, а также есть интернет-магазин delivery.metrosc.ru, который мы запустили с нашим первым и основным на сегодняшний день партнером по B2B, B2C и доставке, это компания Сбермаркет. Вот, этот сайт сделан полностью на их платформе. Плюс у нас есть один интернет-магазин большой, B2B для клиентов Хорика, которых у нас достаточно много, и второй интернет-магазин для трейдеров, то есть для владельцев магазинов у дома каких-то, либо, может, даже маленьких торговых сетей, через которые также закупаются наши клиенты по франшизе фасоль. И у нас есть куча каналов коммуникации, которые мы используем уже персонализированно, то есть клиент получает коммуникацию тем каналам, в которым он чаще реагирует, и так, чтобы это было кост-эффективно для нас. Вот расскажу дальше, как мы к этому пришли, как мы построили. Вот, относительно клиентских аудиторий. Как я уже сказал, мы компания традиционно B2B, то есть изначально у нас были только клиенты-представители различных бизнесов. Это были и хорика, кафе, рестораны, гостиницы, ессея и практически во всех регионах. Есть клиенты, вот эти трейдеры, которые представляют собой магазины. Есть клиенты офисы и какие-то производства, которые закупают для своих сотрудников, для приготовления своих столовых, для кофе-румов и так далее. И есть клиенты, которые являются, по сути, физическими лицами, причем они тоже разные, смешанные. Многие карты, которые выдавались под бизнес, их используют, на самом деле, для закупок для дома. Много клиентов в последнее время регистрируются, потому что мы, по сути, как я сказал, открыли вход, то есть карта нужна, но она выпускается, например, в мобильном приложении просто за две минуты очень легко и быстро. И эти клиенты, физические лица, они также периодически покупают для своего бизнеса. То есть мы видим, что эта покупка явно там какая-то офисная. Периодически бывают покупки, например, на мероприятия какие-нибудь, свадьбы. И эти покупки не всегда просто отделить от бизнес-покупок. То есть вот тут у нас получается история, что клиент, он покупает и для себя, и для бизнеса. И нам очень важно эти потребности клиента разделять. Также есть клиенты, которые покупают только в офлайне, в наших торговых центрах. Есть клиенты, которые покупают только в онлайне, на наших различных сайтах, площадках. Поэтому аудитория разная, но в итоге они начинают вести себя очень смешанно и становятся местами одинаковые, и не до конца понятно бывает, что с ними делать, зачем они покупают. Дальше давайте поговорим о том, что такое мультиканальный подход к клиентским данным. В принципе, мультиканальный, мультиканальный, я думаю, темы давно достаточно раскрытые, но можно еще раз повторить. Мультиканальный подход к клиентам и к данным, да и хоть к продажам, это такие параллельные линии, которые никогда нигде не пересекутся. То есть каждый канал копит свои данные отдельно, может в одной базе, но покупатель онлайн и покупатель офлайн, это две разных записи, то есть два разных клиента. Может быть вообще разные системы, как это бывает тоже достаточно часто. И минус такого подхода в чем? Минус в том, что мы теряем информацию о том, как человек взаимодействует с другим каналом. И каждый раз мы ему можем прислать письмо про интернет-магазин, хотя он только сегодня уже купил в нашем торговом центре, да, и наоборот. Вот, поэтому мультиканальный подход это то, что мы начинали просто ради быстрого такого запуска, онлайн-продаж, но было изначально при запуске понятно, что от него надо уходить, причем уходить в самые кратчайшие сроки. А вот это, на мой взгляд, достаточно хорошо символизирует омниканальный подход. То есть в чем он заключается? Все идут, каждый со своей стороны, каждый в том канале, где ему удобно, каждый покупает там разное количество товаров, приходит из разных источников. Вот, но все они в итоге проходят в информационных системах через одну и ту же базу данных, где объединяются данные клиента, где накапливается все его поведение. И это позволяет очень четко распознавать, кто, где, зачем, почему, и что с этим клиентом делать дальше. Вот. И дальше зачем же эти клиентские данные объединять? Потому что, ну, это, как правило, немножко сложно, немножко дорого, да. Ну, как я сказал, наша цель – получить тот самый единый профиль клиента. Или single customer review, как говорят. Единый профиль клиента – это записи, где есть все контактные данные клиента. То есть, с одной стороны, такие мастер данные о клиенте. А с другой стороны, идет накопление всей истории взаимодействий. Да, как Алексей показал, например, вот эту карточку из CRM. Вот, все примерно так. Только записей еще больше. То есть, где клиент на что кликнул, на какой из креативов, где, когда, чего купил, сколько штук. Вот. На основе этого делаются какие-то дополнительные косвенные записи, косвенные выводы. То есть, если человек покупает там регулярно корм для кошки, значит, у него есть кошка, да, и можно поставить ему такую отметочку. Вот. Если покупает регулярно подгузники и все растущего-растущего размера, тоже можно с очень высокой долей уверенности понять, какое, например, детское питание ему предложить. Вот. Поэтому очень важно собирать данные о всех взаимодействиях и плюс обогащать их. Обогащать их собственной какой-то информацией, часто сделанной на основании расчетов. Обогащать так называемые серт-пати дейта, да. То есть, мы, например, можем из различных DMP получать информацию о том, какой аудитории, вот этой сегменту аудитории из таргетных систем кто-то или иной клиент относится. Также тут же можно получать косвенные данные о уровне дохода, о коридоре, где он находится, ну и так далее. Вот. Из этого всего у нас очень хорошо получается что? У нас получается аналитика понятная. Мы знаем, сколько какой конкретно клиент покупает, неважно где у нас. Сколько какой конкретно клиент покупает тех или иных товаров. Чему он отдает предпочтение? На что он лучше реагирует? То есть, это может быть скидка, например, одна и та же в рублях. Но скидку можно показать как 20%, а можно показать как, например, 500 рублей. Вот. Каждый клиент воспринимает это по-разному. И мы видим действительно, что это работает. Поэтому стараемся таргетировать, если клиент больше склонен к скидке в рублях, будем высылать в рублях. Если он лучше реагирует на скидку в процентах, будем высылать в процентах, при том, что для нас затраты одни и те же. Вот. На основе этого мы можем строить коммуникацию. В общем, я уже подошел, что мы пытаемся клиенту сообщить ровно то, что ему будет с наибольшей вероятностью интересно, и при этом принесет нам наибольшую прибыль, что тоже важно. Вот. Продажи. Потому что когда мы клиенту начинаем доносить правильное сообщение, он, естественно, лучше покупает. Покупает больше, покупает чаще. Вот. За счет грамотной таргетированной коммуникации у клиента повышается лояльность. То есть он чаще будет открывать наши e-mail. Если несколько раз ему было неинтересно совсем, и он рассылку не открыл, то после того, как мы клиенту показали несколько раз именно то, что ему надо, то, что он хотел бы увидеть, и то, что ему стало интересно, потому что мы предположили, что это будет ему интересно, он уже начинает все больше и больше и больше и больше вникать в коммуникацию. Вот. Ну, и повышается эффективность. Причем эффективность не только коммуникации. Тут очень важно понять, что повышается эффективность использования ресурсов собственных, потому что система, которая умеет сама понимать, сама таргетировать, она помогает нам сократить время и сократить ресурсы на подготовку, например, рассылок, на подготовку каких-нибудь дополнительных коммуникаций через интернет, например, баннеров. То есть автоматически подбирается креатив, часто в шаблон креатива вставляется необходимый оффер, и клиенту отправляется. То есть то, что раньше руками делало, например, пять человек, здесь может один-два человека уже всем управлять. То есть больше людей надо, наверное, вот здесь вот в аналитику, и меньше людей надо на конкретно очень технические такие вещи. Вот. Как же сделали мы? Мы долго-долго думали, смотрели, обсуждали, как сделать вот этот единый профиль клиента, и это было непросто. Непросто почему? Потому что большинство систем, в которых хранятся данные из торговых центров, из оффлайна, это системы корпоративные, которые разработаны одни, на весь мир, когда-то давно, потому что, естественно, глобальная разработка, она бывает не очень быстрая, но зато качественно, стабильно, все работает, не падает. Вот. Но доступов нету, опишек нету, ничего нету. В онлайне несколько платформ, данные между которыми тоже не были завязаны. Клиенты одного сайта и другого сайта были для нас разными клиентами, хранились в разных базах, и даже в разных форматах разная информация о клиентах была. Вот. Мобильное приложение мы сделали, его сделали сразу нормально, с нормальной единой базой. И плюс есть вот это вот облачко снизу, это серг партия дейта, как я сказал, то есть данные от партнеров, например, рекламных сетей, где мы понимаем, что этому клиенту лучше, хуже подходит, как он там баннеры смотрел, каким аудиторным сегментом он относится. Вот. Дальше стали выбирать платформу, на основании чего нам объединить все данные. Платформ много, от очень дешевых до очень-очень-очень-очень дорогих, там состоящих из, например, разных трех букв, начинающихся на АЭС. А в итоге мы выбрали российское решение Mindbox, ну потому что оно наиболее точно отвечало тем задачам, которые перед нами стояли. И мы поняли, что туда нам будет, наверное, проще всего интегрироваться. И быстрее всего. Плюс, вторая система большая, это Google BigQuery. Почему их две и зачем? Потому что данные в них частично дублируются. При этом Mindbox – это система мастер данных о проведенных коммуникациях и их результате. А Google BigQuery – это такой дата-лейк, куда мы собираем данные о клиенте, об истории его покупок, о истории взаимодействия в каналах, как, например, он менял FIO на карте, какой компании он принадлежит, если он принадлежит к нескольким компаниям и так далее. Все эти данные загружаются в BigQuery, там уже анализируются, схлопываются и получаем тот самый единый профиль, который передаем в Mindbox. Mindbox дальше обогащает данными о различных коммуникациях. Система достаточно простая, потому что всего два участника. На остальных мы уже не смотрим, они отдали свои данные, туда можно больше не смотреть, не залезать. У нас есть единая версия правды, единый профиль клиента, который далее используется везде. И из этого мы получаем очень интересную информацию. Как я уже сказал, можно делать хорошую аналитику. Конечно, мы отчеты красивые в Google BigQuery настроили через встроенные инструменты, через Google Data Studio, и все. У нас появились дешборды, которые сразу можно выгружать, показывать любому руководству, не надо тратить недельную подготовку данных, как было раньше. Кроме этого, мы получили аналитику в другом немного разрезе. Мы получаем инсайты, то есть системы позволяют находить какие-то вещи, которые мы просто обычными своими глазами не видим. Какие-то товарные соседства в чеке, что там, не знаю, человек, который покупает чаще мясо, он, например, покупает какой-то соус, не тот, который думают производители. Поэтому надо смотреть на все чеки из онлайна и из оффлайн. Клиент, который покупает чаще здоровое питание в наших торговых центрах, заказывает себе в онлайне чаще всего различную минеральную воду, но причем в больших количествах. То есть он разделил свои потребности. Затем, чтобы выбрать овищи, фрукты, он приходит сам в торговый центр. А то, что потяжелее и в большом количестве потребляется эта вода, он заказывает уже в онлайне, чтобы ему привезли, и сам он не тащил. Хотя сейчас у нас доставка уже позволяет выбрать овищи, фрукты лучше, чем человек выбирает сам. Кто это попробовал, соответственно, начинают переключаться на эти каналы. Дальше мы получаем аудитория. Причем аудитория, опять же, в абсолютно разных разрезах. Мы можем сделать эти аудиторные сегменты прямо очень грубыми, онлайн, оффлайн покупатели, покупатели, которые покупали в каком-то канале, потом перестали покупать. Покупатели тех же кормов для животных, покупатели консервированной еды и так далее. То есть это очень простые сегменты, но можно делать очень такие комплексные решения, которые позволят нам установить много-много-много-много-много параметров и коммуницировать с каждой аудиторией отдельно. Также настроена автоматическая сегментация, то есть система пытается выявить похожие аудитории по каким-нибудь признакам, которые одинаково себя ведут, например, в кликах на рассылку. Вот если какая-то аудитория, выбираются люди, которые чаще всего больше всего кликают в письмах, и дальше смотрится, что они, например, чаще всего покупают, какие у них похожие стороны. Часто эти похожие стороны находятся, и клиенты выделяются в отдельный аудиторный сегмент. Мы можем за счет этого более таргетированно взаимодействовать с клиентом, поводая прямо в цех коммуникациях. Ну и, естественно, делать саму коммуникацию, отправлять ее абсолютно разными каналами, потому что Mindbox нам позволил сделать всевозможные, например, цепочки. То есть мы можем отправить сначала, начинаем с самого дешевого канала, либо с канала, на который клиент чаще всего реагирует, а потом по цепочке, если он не открыл e-mail, отправить ему мобильный пуш. Если он не среагировал на мобильный пуш, не перешел, дальше через какое-то время отправить сообщение в Viber. Если в Viber никак не отозвался и не прочитал, то отправляем сообщение по SMS, потому что SMS самый дорогой канал, его, как правило, уносим в конец, плюс это канал, который клиентами воспринимается как самый назойливый. То есть клиенты по большей части не любят никакие SMS, кроме SMS по поступлению зарплаты на счет. Соответственно, что же нам это принесло? Я не могу показать абсолютные цифры продаж, поэтому решил все мерить в попугаях традиционно. И такие вот попугаи у нас получаются. Как мы видим, за единицу взяли тех попугаев, которые представляют собой оффлайн клиентов, то есть те, которые только в торговый центр ходят. Те клиенты, которые посещают только онлайн магазин по среднему чеку, они находятся на 20% ниже, чем оффлайн клиент, потому что, видимо, когда человек приехал в торговый центр, ну уж чтобы не зря ехать, потому что мы расположены, как правило, на таких выездных трассах и не в спальных районах, клиент уже в торговом центре набирает максимум, все, чего видят. В торговом центре продукты набрать, наверное, не запланированно легче, потому что в интернете все-таки люди чаще планируют свои затраты и планируют, зачем они приехали. Поэтому средний чек в онлайне получается ниже, на 20% примерно. То есть 80% от попугая. А омниканальный клиент, который покупает и в онлайне, и в оффлайне, он уже получается более ценным для нас, ну, наверное, и для себя. Это уже 1.25% попугая, то есть попугай и четверть. Вот увидим, что результат на четверть лучше, чем просто клиент, который покупает в торговых центрах. Но, естественно, тут данные не суммируются в полном объеме. То есть он заменяет часть своих визитов в торговый центр визитами онлайн и делает визиты дополнительные. Вот. По визитам у нас получается, что тоже один попугай, это сколько раз человек посещает наши торговые центры в оффлайне. Только онлайн клиент, это всего-навсего 60% попугая. То есть в онлайне клиент наш пока покупает реже. Опять же, почему? Потому что у нас основная миссия клиента – это стукап. Во-первых, то есть закупка запасов, закупка большого количества. Вот. А во-вторых, ну, здесь мы смотрим на период самого значительного роста клиентов, и мы берем как бы последний год, то есть год назад. Это время, когда в прошлом году росло максимум клиентов. Да, это вот как раз время ведения ковидных ограничений, время самоизоляции, и время, когда клиенты просто набирали очень-очень-очень большие количества товаров, особенно там туалетные бумаги, гречки, тушенки, поначалу, которые потом долго-долго-долго ели. Вот. Ну и после этого они приходить в онлайн почти перестали. То есть они купили запас, и все, с ним дальше стали сидеть. Либо куда-то выехали, где уже там, например, зоны доставки нет. Вот. А клиенты, которые ходят и в онлайн, и в оффлайн, вот эти самые омниканальные клиенты, которых мы получаем за счет эффективной коммуникации, за счет объединения баз. Да, мы их тогда подталкиваем к смене канала. Это наша стратегия. В онлайне мы ему, конечно, рассказываем о всем, что в онлайне ему будет интересно, но плюсом предлагаем ему прийти в торговый центр. Мы ему даем какие-то купоны на посещение торгового центра, даем какие-то активности, которые действуют только в торговом центре, например, скидки на алкоголь, потому что в онлайне пока, к сожалению, торговля алкоголем запрещена. Вот. И он рано или поздно приходит в торговый центр из онлайна. Наоборот, люди, которые покупают в торговых центрах, мы им даем на кассе листовки о доставке, в наиболее таких зонах, где в торговых центрах находится товар такой тяжелый, то есть там большие стиральные порошки, большие упаковки воды. Те товары, которые мы знаем, что люди покупают прям по многу. Те же корма для животных. Вот. В этих разделах мы делаем прям большую такую коммуникацию о том, что вы это можете купить в онлайне. Вам не обязательно тащить самому, вам не обязательно ездить за этим регулярно. Вот. Вот так мы переключаем клиенты из онлайна в оффлайн, и из оффлайна в онлайн. И в итоге мы получаем, что у нас становится попугаев целых два и еще одна треть. Вот настолько лучшие клиенты, которые ходят в оба канала, в принципе, совершают покупки в одной сети. Ну и, соответственно, когда мы складываем, да, оборот из чего складывается? Оборот складывается из среднего чека и частоты визитов. Вот. Вот, естественно, прибыли с этих клиентов намного больше, но при этом и экономят. Они больше, чем экономили бы в одном канале. Мы для этих клиентов предоставляем регулярные акции. Акции действуют тоже. Некоторые акции действуют только онлайн. Некоторые акции действуют только в оффлайне. Некоторые акции действуют только на самовывоз, который тоже у нас есть. Вот. То есть, чем большим количеством каналов, инструментов начинает клиент пользоваться, тем ему становится самому комфортнее покупать, а нам он приносит больше оборота. Вот. Клиент, который начинает и покупать онлайн, оффлайн. Сюда же можно отдельно сделать примерно похожую по каналам коммуникации. То есть, насколько клиент покупает больше, если он с нами взаимодействует в нескольких каналах. Если он подписан в соцсетях, плюс получает e-mail. Или если он взаимодействует с нами, получает в Viber, получает e-mail и видит нашу, например, рекламу наружку на билбордах. Вот. Тоже, естественно, стандартная теория маркетинга. Чем больше количество контактов, тем больше вероятность, что клиент запомнит наше сообщение и его купит. Сейчас наше основное сообщение, что метро – это выбор большинства клиентов в Хорике. То есть, крупные рестораны, шеф-повары выбирают метро для того, чтобы покупать товары для изготовления из них своих блюд. Вот. Соответственно, наш клейм, что готовь как шеф-повар, усеряя дома. Из тех же продуктов, с тем же качеством и продукты ресторанового уровня. Именно это сообщение, оно заходит клиенту хорошо, когда он в нескольких каналах его посмотрел, плюс, например, присоединился в YouTube, посмотрел наши выпуски «Шефы готовят дома». Тогда он 100% становится таким хардбайером, начинает покупать очень-очень много товаров, в том числе собственных торговых марок. И остается с нами, мы уже не боимся его переключения. Потому что известна ситуация рынка, известно падение в целом, нисходящий тренд гипермаркетов, рост количества всевозможного сетевого ритейла, в том числе дискаунтеров. И в онлайне такая уже льется кровь за клиента, потому что вошло очень много компаний, которые инвестиционные, которые могут позволить себе, например, привлечение клиента за 3000 рублей при его среднем чеке 700. Мы в такие вещи не лезем, поэтому мы верим именно в построение лояльности клиента. И лучше мы клиенту дадим дополнительную скидку, чем потратим на него слишком много денег на привлечение, так что это будет неэффективно. А что дальше? Вроде выглядит, что некая база такая, основная гигиена уже наведена, она сделана. Но все равно есть, чего делать дальше, как продвигать. Что будем внедрять? Мы будем внедрять новые источники данных. Для чего? Чтобы еще больше информации о клиентах получать и использовать ее. Это могут быть разные источники, в том числе источники партнеров, которым мы клиентов можем отправлять и делиться. Это могут быть данные от ОФД, от сотовых операторов, которые такие возможности сейчас предлагают и так далее. Соответственно, будем анализировать еще большее количество параметров в клиенте, которые нам могут дать полезную информацию. И при этом будем анализировать меньше информации, которая в принципе не представляет интереса. Потому что вот эта теория бигдейта больших данных, не все те данные, которые мы собрали, могут представлять хоть коммерческий, хоть коммуникационный интерес. То есть некоторые данные – это просто данные, которые использовать по сути нельзя, но их наличие уже заметно замедляет все выгрузки, расчеты и тому подобное. То есть таких данных мы постараемся использовать меньше. Хотим сделать еще больше сегментов прямо на уровне, пусть будет сегмент даже 10 человек. Это нам позволит еще более таргетированно доводить информацию. Сейчас мы тестируем разные гипотезы, на каком основании все-таки эту сегментацию лучше проводить. Потому что есть психоэмоциональная, по которой мы видим, опять же, есть целая модель на основании его поведения. Вот психоэмоциональная картина, в каком стиле общаться. Есть аналитика как раз по купленным товарам, тоже сегментируем. Есть явный вид баджет-шопера, квалити-шопера. Люди, которые покупают из низшей ценовой категории или из высшей ценовой категории. Все это отдельно работает, сегментация. Но теперь наша цель объединить все эти разные сегменты, создать много-много-много микросегментов и начать уже с клиентом взаимодействие еще более прицельно. Дальше хотим больше рекламных каналов подключить к нашей системе аналитики. То есть управлять тем баннером, который клиент видит, на основе того, как он себя вел, того, к какому аудиторному сегменту он относится. Это, в принципе, стандартная возможность уже того же майндбокса, с кем мы взаимодействуем. Часть мы подобное рекламодел, например, ретаргетинг, который подбирает те товары, которые клиент смотрел, он автоматически работает, но надо еще все улучшить. Плюс хотим на основе всей вот этой картины все-таки начать эффективно мерить онлайн-то-офлайн эффект. Это такая самая часто большая боль маркетинга, потому что непонятно, как те деньги, которые тратятся на онлайн-рекламу, сказываются на оффлайн-продажах, но у нас уже понятно очень многое. Почему понятно? Потому что та самая карта клиента, которая используется при входе, если мы правильно провели в онлайне мэтчинг, мы поймем, что этот клиент пришел. Плюс хотим провести этот анализ еще, опять же, по тому, сколько он видел коммуникации в телевизоре, в билбордах и тому подобное. Это прямо уже совсем сложная история, но тоже частично она решаемая, и в следующем году мы будем ей управлять уже. Ну и, естественно, много-много-много разных тестов. Тут что главное? Важно проводить эти тесты часто и принимать решение, что сработало, что не сработало, не сработало, убираем, бежим дальше. Причем эти тесты могут быть часто буквально на коленке. То есть не надо слишком много денег инвестировать для того, как что-то показало свою эффективность. И надо всегда двигаться шагами, чтобы, опять же, сначала понять, что работает, уже начинать получать прибыль, и потом что-то улучшать, 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 и в итоге идти к тому самому идеалу. Но сразу построить идеал, это, как правило, долго, дорого, и к тому моменту, как идеал на сегодняшний день, мы сделали какое-то техническое задание, на него целимся, готов через три года, а тогда он уже не идеал, уже вчерашний день. Поэтому тут идем шагами. На этом, наверное, у меня все. Вот, вопросы? Спасибо большое, Евгений. Да, коллеги, вопросы? Пожалуйста, поднимайте руку, да, слушаем вас. Женя, спасибо. А вы там только за e-com отвечаете или за CRM тоже? Я отвечаю за e-com и digital рекламу, за CRM, но это отвечает, соответственно, наш соседний отдел, в котором у нас большая кросс-функциональная команда, и работаем, естественно. Понятно, просто не знаю к вам, но вам в первую очередь. CRM во вторую, как клиент ваш, очень переживаю как раз, что не получаю унифицированные купоны от офлайн и от онлайн. Как вы это прокомментируете? И второй вопрос, почему не все мои карты получают купоны по случаю дня рождения? У вас какая-то есть избирательность, сезонность, или как это можно прокомментировать? Смотрите, там на самом деле достаточно много, чего мы в этом делаем, потому что мы знаем о случаях, когда клиент оформляет 15 карт и ставит себе день рождения каждый месяц, каждый день имеет нашу скидку 15%. Мы выявляем, стараемся выявлять таких клиентов максимум по различным признакам и их карточки схлопывать. В итоге считаем день рождения только одно и высылаем только на одну карту. Вот так часто бывает. То же самое с купонами, то есть может быть карта схлопнута. Также купоны могут не начисляться, если вы слишком давно уже не ходили. У нас нет нормальных данных для анализа. Мы вам высылать будем реактивационную модель, то есть какие-то там просто скидки на все, например, какой-то купон на кэшбэк. Но не будем сылать уже персональные купоны, потому что, скорее всего, они не подойдут, потому что вы уже не тот, что были год назад. Да, периодически шлем. То есть в онлайне у нас, как правило, намного больше обычных промо, и мы там шлем более персонифицированную товарную подборку. Персональные купоны, как правило, они идут в офлайн, просто чтобы сгенерировать именно посещение и торговый центр. Почему мы хотим, чтобы клиент пришел в торговый центр? Потому что в торговом центре он пройдет, он посмотрит все полки, он увидит весь ассортимент товаров. А на сайт, когда клиент приходит, какая у него основная модель? Он либо идет в раздел скидки и выбирает все, что есть по скидкам, либо он идет в поиск и строго по своему списку покупок в поиске находит товар и кладет его в корзину. То есть мы видим вот такие основные сценарии. Поэтому, как правило, у него нет возможности познакомиться с ассортиментом лучше. Так примерно и делаем. Говорят, да, что, извините, просто мы тут поговорили уже о том, что чтобы расширить, ну, как сказать, диапазон категории покупаемых онлайн, давать скидки именно на онлайн. Ну, в общем, вы в этом направлении идете. Мы предлагаем эти категории, которые тоже могут быть комплементарными, так называемый next best offer насчитываем. То есть какое предложение наиболее вероятно клиенту станет интересным? Спасибо за вопрос. Пожалуйста, здесь у нас есть вопросы, и потом дадим микрофон вам. Сейчас, секундочку, тогда, видимо, сначала вопрос там. И, коллеги, если вы задаете вопросы, по ходу хотите что-то уточнить, пожалуйста, делайте это тоже в микрофон, потому что у нас есть еще большое количество зрителей нашей онлайн-трансляции. Пожалуйста. Добрый день, меня зовут Елена, компания Gradient. Подскажите, пожалуйста, планируется ли в интернете также программа BMPL, которая действует в торговых центрах? Пока нет. А дальше посмотрим. Опять же, этому есть причины, потому что BMPL – это программа, которая в первую очередь для оптов, которые и больше покупают всего именно в оффлайн-канале. Так удобнее с доставкой как раз. Я бы оптом купила, только BMPL действует в торговых центрах, а на себе тащить не хочется. Ну, посмотрите, пока в онлайне все равно достаточно часто по-настоящему хорошие предложения. По BMPL вопрос мы, естественно, прорабатываем активно. Скорее всего, его включим, но он будет не такой, как в оффлайне. Спасибо. Их сайт просто с перетянутым дизайном, где он просто под нас брендирован. И убраны другие ритейлеры. Это был способ запуститься быстро, который мы осуществили. Сейчас этот сайт до сих пор живой, но мы строим полностью свой, который как раз на главной странице в каталоге товаров. А пока они существуют параллельно. Зачем нам нужен свой? Потому что как раз мы, компания омниканальная, и нам важно показывать еще оффлайн-предложения. Естественно, у партнеров у наших только онлайн, им неинтересно вот это вот все, что связано с оффлайном, дорабатывать. Поэтому когда мы со своим сайтом будем уверены, что он настолько же удобен для клиента, настолько же конвертирует и так далее, мы переключимся полностью на него. Это что касается B2C. По B2B немного другая история. Как я говорил, один у нас магазин для хорики, другой для трейдеров. И мы понимаем, что там очень разные в аудитории потребности. Там требуются разные абсолютно группировки товаров. Требуется разное ценообразование. Поэтому это просто два отдельных магазина, в которые входит соответствующая аудитория клиентов, получает релевантный для них ассортимент, релевантные для них цены и, соответственно, релевантный для них сервис. Но вы же так делите трафик? Мы так делим трафик, но это, как я сказал, уже осознанный выбор и B2B клиентов мы будем оставлять именно на специальных площадках для B2B. Опять же, как минимум, потому что они полностью закрытые и эти цены не видны широкому рынку. Чаще всего я скажу, что у нас у хорики, вообще у многих клиентов просто свой отдельный прайс-лист, который отличается от прайс-листа его соседа и так далее. Понятно, спасибо. Спасибо, коллеги. Есть еще вопросы? Да. Спасибо, добрый день. А B2B клиенты могут зарегистрироваться и на одном, и на другом сайте? Смотрите, B2B клиенты, несомненно, могут зарегистрироваться и на одном, и на другом сайте. В чем разница? Разница в том, что зарегистрировавшись на B2C сайте, он может покупать, как обычный клиент, платя налом, платя карты и так далее. Нет, 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 я другое имел в виду. Ресторан может ли зарегистрироваться и… Смотрите, как это устроено? Мы выдаем клиенту B2B-шному доступ к нужному интернет-магазину, соответственно, по его карте клиента. То есть, если мы его привязали, и он у нас в базе числится как хорика, то он не зайдет в трейдеров, не увидит их ассортимент. И наоборот. Так, спасибо. Ну что ж, все вопросы у нас на данный момент. Давайте еще раз поблагодарим Евгений Мищенко, метро Кошанкери. Спасибо за содержательное выступление. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!